В красной зоне есть несколько часов, когда можно узнать о здоровье родственника. Время выделено, чтобы максимально не отвлекать врачей от работы. Но звонки, конечно, принимают и позже, и раньше. Волнение семьи понятно. Неизвестно, что будет. Состояние тяжелое. Сами знаете. Больно где-то? А сейчас? Сейчас все хорошо? Это антибиотик, церквиакцион. Для начального лечения начается антибиотик. Делается проба предварительно и смотрится динамика. В ковидной реанимации 12-й горбольницы 32 койки. Заняты. Здесь пациенты пожилые и не в самом тяжелом состоянии. Еще несколько месяцев назад картина течения коронавируса была иной. А сейчас попасть по ДВЛ может любой человек, даже в 18 лет. И такой случай был. Сыграл роль отягченный анамнез. Что уж говорить о пенсионерах. Диабет, ожирение, гипертония – самое опасное в сочетании с ковидом болезни. Врачи говорят, между началом заболевания и реанимацией может пройти всего неделя. Заболевание протекает намного тяжелее. И значительно увеличился процент больных молодого, скажем, возраста. На мой взгляд, это связано с тем, что люди, наверное, не до конца еще понимают всю сложность сложившейся ситуации. В тот сезон, когда поступила вакцина, когда люди были напуганы, когда были какие-то ограничения по въезду в иные страны, в какие-то города, ограничения посещения каких-то общественных мест, мы прививали 11-12 тысяч в день. А сейчас мы это сделали за последнюю неделю, за всю. Сейчас в крае привито 714 тысяч человек. И этого все еще недостаточно для выработки коллективного иммунитета. И власти, и медики видят вакцинации едва ли не самую осязаемую защиту от тяжелых последствий коронавируса или смерти. В каждом регионе выбирают свой набор принудительных или ограничительных мер. Так, в Новосибирске массовые мероприятия скоро будут доступны только для людей с ковид-сертификатом или отрицательным ПЦР-тестом. Что это для простых граждан? Если у тебя нет QR-кода, ты хочешь сходить на спектакль, значит, ты должен выложить дополнительную сумму средств. Помимо совсем недешевого билета. Под флагом того, что это делается для препятствия распространения коронавирусной инфекции, это совсем не так. Проедьте утром в общественном транспорте. Я еду на работу в маршрутке, которая набивается просто под самую завязку. Тут нет коронавируса. В Алтайском крае отменяют одни концерты, но проводят другие. Спортивные мероприятия по расписанию, но в масках. Позицию относительно четвертой волны власти пока не озвучивают. Но жителям есть что обсудить. Осенью в регион должна прийти детская вакцина. Как отразиться на растущем организме наших детей, у которых постоянно гормональный сбой, какие-то свои хронические болезни, мало исследований прошло. Как это все будет в будущем, как отразиться на будущем поколении. Ну, как бы мне, если честно, очень страшно. По словам социологов, на самом деле лишь 10% людей действительно против вакцинации. Остальным часто просто не хватает информации. Но и не только. Еще есть категория граждан, которая как раз не готова принять на себя ответственность. Когда это сделает руководитель организации или региональные власти, или, может быть, еще выше, то это тоже один из, ну, скажем так, с одной стороны, непринимаемых вариантов, потому что он ущемляет личную свободу человека. Но с другой стороны, как то, что может повлиять на принятие окончательного решения. А тем временем в красной зоне 12-й больницы расширяют реанимацию. Та половина пока функционирует, эта половина готова к приему больных. Только ожидаем поступления дыхательной лакаратуры, ну и, конечно, персонала. Плюс 9 новых мест. И займут их быстро. В этом врачи не сомневаются. Но есть и хорошая новость. Каждый из нас все еще может предпринять меры для того, чтобы не встать в эту очередь. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.